здесь под укрытие дынька загадочно так прям выглядывает ну блин эти соцветия конечно не дают они меня покоя они не дают мне возможности от них избавиться тут просто лес был но пока не нормировал но вот кстати тоже есть выпады небольшие соцветия было нужно убрать всем привет 18 мая 24 года минская область пуховический район мое укрытие очередной раз укрыл потому что были сильные заморозки причем длительные всю ночь в общем сейчас я это дело подкашу конечно и открою посмотрю что там осталось живое предварительно смотрел вроде все неплохо вскрытие покажет здесь под укрытие дынька загадочно так прям выглядывает торец кстати был не закрыт прищепка наверно слетела но живой кстати подрос он довольно длинный значит все там хорошо первый курс раскрыл это дынька в общем в принципе все очень даже неплохо есть кое-где все-таки подморозило где кращик касался дар не то хотя дар нет у меня 350 грамм так на минуточку что говорить про спан какой-то там 60 и так далее видите точку роста подморозила листик чуть-чуть подморозил но это не смертельно точка роста спасанка пойдет шикарно ну и вот по всей длине давайте так пробегусь в общем где ближе к вверху где ближе к дар нету вот здесь немножечко видите подморозила покрутила вот здесь верхушечку подморозила листик почему-то непонятно почему он вроде не должен вы касаться но вот листик в общем вот везде по верху немножечко хорошо что я снял и пригнул все это к земле если бы это все было по верхней проволоки потом по 2 накрывал спонбондом и так далее ничего бы не помогло потому что заморозок был точнее не заморозок мороз был длительный примерно с 12 ночи до 6 утра и было около минус 3 минус 4 хорошо что так сделал потому что была мысль накрыть двойным спаном там пленка и так далее но я думаю это бы никак не помогло видите так что в принципе результатом я доволен 19 мая полностью укрытие снято глаза вся подвязана есть конечно немножечко выпады выпады в плане пока подвязывали где-то что-то подтянул перетянул и обламывается очень сильно тут заросли сумасшедшие были поэтому вообще было сложно сейчас немножечко более-менее пока подвязывали разгребали чтобы было видно хотя бы что мы поднимаем чтобы не запутывалась об снысе потому что от этой снести никак не избавишься но она есть и у всех соседей чем только не травил ничего не помогает ну да ладно так выглядит уже после прополки в общем смотрим даже дарнит особо не помог там где касалось до материала видите касание было и здесь немножечко заморозком виноград подпалила но это не смертельно . роста пойдет вот с этого пасанка в общем гораздо лучше чем могло бы быть в общем все подвязано более-менее в личку писали спрашивали посаженцы но вот это вот остатки роскоши уже распродаются тут осталось буквально пару десятков может уже уже меньше рассада неплохая в принципе в этом году получилось очень все цивильные качественно но уже все распродано практически настоящий крестьян сам вырасти нам сортам вот этими ручками мозолистыми аркадия как всегда вне конкуренции она молодец умничка все выдержала у нее даже там где коса она здесь принципе у стены поэтому даже там где касалась принципе ничего не случилось и даже где немножко торчали с торцов где защелки послетали все живое оказалось так что все нормально олимп немножко был в таком уставшем состоянии но вроде бы оживает он я так понимаю попал под заморозок когда их и не обещали что-то наверное около 0 было по земле именно заморозков тогда не было но я увидел что повреждение есть потому что почки немножечко подмороженные были это было задолго до наших заморозков которые были мы восьмого числа и рядышком мускат дубовский он в принципе тут у стены у бочки и мы тут вообще хорошо вот принципе изначально был неплохо его ничего не зацепило но он тоже был у меня сейчас под дарнитом алёшенкин собирался укорчевать но блин эти соцветия конечно не дают они меня покоя они не дают мне возможности от них избавиться очень завораживает красивый красивые соцветия смотрите какая красота в общем пока ему еще даю возможность порасти потому что принципе я уже научился с ним справляться он у меня не болеет но рядом уже сидит ромбик поэтому но может быть пару рукавов оставлю остальное отдам ромбик потому что но алёшенька на меня не сильно едят на самом деле то я больше любуюсь и в этом году у меня надежда ранее в том году она подмерзла под двойным укрытием под дарнитом сейчас она пережила все эти передряги в общем шикарно пока нормировку не делал тут вроде и ураган какой-то там ветер сильно обещают поэтому наверно пока не буду ну так с большего где совсем густота было по убирал так принципе пока нормировать не буду может быть на следующей неделе потому что здесь принципе более чем достаточно видите в том году так как он подмерз лозы были не очень хорошие я порезал все это на рожки его с рожков у меня пошли побежки в принципе неплохо ну в этом году я надеюсь переформирую сделаю нормальный четырехрукавный как и планировал потому что что-то типа кордона но как-то не знаю не очень хочется мне этим заниматься мне как-то веер больше нравится хотя можете и не прав прямо украины надеюсь в этом году мне даст нормальный урожай потому что только видел сигнал очки от нее вот в этом году тоже подморозила ее кстати в том году в этом году все спас вот тоже видите немножечко где касалось немножко подморозила так что гарнит из этого всего добра наверное суть лучше всех сработал как здесь что он видите верхушечка коснулась тоже тоже подморозила ну пойдет спасенка хотя здесь не соответственно ничего нет но этот курс у меня только еще формируется хотя в том году были сигналки в этом году он что-то завязалось посмотрим это память у учителя что-то у меня кстати туго растет не понимаю что с ними так очень плохо растет ну и заморозки немножко еще погонят ну вот видите вот что происходит когда касается даже гарнит а aladdin и атос в том году тоже немножечко были такие уставшие это в принципе молодые кусты но не получилось в том году сформировать буду пытаться в этом году намудрил из того что было все натянул по максимуму в общем буду формировать дальше что-то в основании не хочет выдавлять мне почки так дает в основании много кустов почему-то не хочет давать чтобы я сформировал нормальные рукава джина которая была подморожена когда у нас до заморозков непонятные были полу заморозки в общем она подмерзла вот смотрю начало восстанавливаться не знаю сколько побежков вроде бы два в общем посмотрим надеюсь два побежками тянула и рядышком у нас кишмиш гелиадор он тоже попал под это под эту заразу ну вот вроде бы начала просыпаться я думаю все будет хорошо с ними это им буквально второй год рэмбо очень плохо идет до сих пор он не выдал ни одной сигналки хотя куст уже года три наверно тоже слабенько почему-то идет непонятно почему в том году он вообще ужасно шел в этом году хоть нормально два побега тут проснулась даже не два вижу там еще раз 24 побега вроде есть но посмотрим красава в том году попал под июньский заморозок он единственный всех пострадал больше никто и в итоге он в том году выдал вот эти вот побеги они вроде как бы и вызрели но почему-то видимо не дозрели слабенько идет не знаю что с него будет но у основания кстати много побегов я думаю в этом году он реабилитируется рядышком спонсор так есть соцветие в этом году попробуй сигналки тоже маленький кустик все у него неплохо клубника бедная он видите черные точки здесь ягодок не будет это попало под заморозок который были бутоны закрытого здесь все хорошо будет будем в принципе с ягодой круче всех себя чувствует юпитер мускат блау тут со смещенной зоной продавал отношения даже не пытайтесь разобраться это 342 кстати в общем тут вообще была густота густотой я немножечко прорезил чтоб тут просто лес был но пока не нормировал но вот кстати тоже есть выпады небольшие вот тоже коснулся верхушка коснулась коронка вот даже соцветия было в общем в общем пострадал ну от него кстати толку не будет можно убрать потому что здесь еще нормировать надо будет потом по выбираю пронормирую все будет хорошо в общем здесь все неплохо осталось немножечко убрать сорняки про пропал вас прорыхлить и в принципе вперед на мины чем замороза который был 8 числа с утра был всю ночь с 12 до 6 утра было минус 3 примерно минус 4 по земле но в общем сильно он убытков мне не сделал в общем пишите в комментариях как вы переживаете заморозки знаю очень много у кого пострадали виноградники этом году даже и уже не все всем удачи пока хороших урожаев